Привет! Сегодня мы продолжаем наши гитарные встречи из ванной комнаты. И сегодня встреча у нас происходит в ванной комнате гостиницы Кимптон в Портленде. Завтра у нас концерты. Сегодня вечер я решила посвятить одной из самых важных тем в гитаре. Это правая рука. Постановка правой руки, звукоизвлечение, положение пальцев и так далее. Насколько будет приятно наслаждаться вам самим вашей игрой, а слушателям вас слушать. Итак, правая рука. Очень удобно, когда гриф стоит под наклоном, то есть не вот так вот находится. Плюсы я расскажу быстро в чем. Первое, это то, что если у вас левая рука, которая стоит на грифе, просто расслабляется, то она автоматически падает как вдоль самого грифа. Если гриф стоит вот так, то если рука расслабляется, то, естественно, она падает просто вниз и вам нужно прилагать усилия для того, чтобы передвигать руку вдоль грифа. Это у меня импровизированная подставка под гитару. У меня стул очень высокий сейчас, в гостинице не нашла другого, поэтому у меня стоит нога на мусорном ведре, а сверху еще подставка в виде свитера. Я советую для начала, для начинающих, обязательно поднимать левую ногу выше, ставить ее на что-то. Головка грифа должна быть примерно на уровне с вашей головой. Так вот. Это самое удобное положение гитары. Лады находятся рядом с вами. Если рука расслаблена, она может, вы можете очень быстро играть в расслабленном положении пассажа, потому что это очень-очень гармоничное, очень натуральное положение руки. И плюс, к тому же, у нас очень правильный появляется вот тут вот угол между правой рукой, пальцами правой руки и струнами. Я с вами сейчас делюсь классическим положением руки, идеальным положением руки для того, чтобы играть щипком. Тиранда называется это. То есть это когда можно играть и щипком, то есть когда у вас палец уходит в ладошку и не остается на следующей струне. И также вы можете играть при этом положении руки с опорой. Это апаянда называется на итальянском. И вы можете менять эти два приема, и звук отвечаться не будет. То есть что для меня идеальный звук гитариста классического? Это когда абсолютно неважно, каким приемом вы играете, то ли вы играете с опорой, то ли вы играете просто щипком, звук остается абсолютно одинаковым. У людей, которые еще не очень хорошо освоили гитару, можно услышать, что когда они играют ударом, когда они остаются, играют апаянды и пальцы остаются на следующей струне, этот звук является сильным. А когда они играют щипком, этот звук является, как правило, таким противным, щелкающим и очень слабеньким, тихеньким. И сегодня поэтому я хочу показать вам основные принципы работы пальцев правой руки и основное положение правой руки. Для этого нам понадобится, я не знаю, что у вас дома есть, либо апельсин, либо яблоко. Очень важно, чтобы локоть лежал, вот своей, вот косточка локтя была над вот этим уголком, над этой обечайкой, и, как бы, положением является самая высокая точка гитары. Вот тут вот вы кладете свою руку, вот в этом месте, то есть локоть здесь чуть-чуть ниже. И рука как будто бы болтается, вот. И когда вы положились, обязательно нужно следить за тем, чтобы плечи оставались в абсолютно фрундованном положении. И если руку расслабить, то она, по идее, просто падает, вот так вот. И для того, чтобы она не падала, мы закрепляем руку на, допустим, шестой струне, на струне е, ми, басовой. И сначала мы ставим руку в положение окей, и потом вот этим большим пальцем просто держимся на, за шестую струну. Плечи абсолютно ровные, большой палец, он называется, кстати, П, можно запомнить, как папа главный в семье. Ставим его на шестую струну. Должна сказать, я горжусь своим звуком, потому что это одно из самых сильных сторон моего гитарной, моей гитарной игры. Я училась у замечательного профессора Виктории Житько, она очень большой специалист на территории Советского Союза бывшего по гитарному звуку. Также училась у профессора Вольганга Вайгеля, он просто у него гениальнейший звук. И также училась именно искусству звукоизвлечения у Оскара Гильи. И Оскар Гилья – это гениальнейший гитарист, музыкант, ученик Сеговии. Вот, поэтому делюсь с вами всеми своими секретами, всеми наработками. И это действительно система, которая работает очень быстро и очень надежно. И если вы освоите один раз, но правильно, вам это на всю вашу жизнь, хватит этой базы для того, чтобы играть очень красивым звуком и вынимать из гитары максимум, что вам инструмент может дать. Итак, локоть, немножко сам локоть, немножко выше над обечайкой. Вот эта сторона лежит на самой высокой точке гитары. Рука расслаблена, и все у нас прекрасно, ставим на шестую страну. Я советую посидеть, вот если вы смотрите кино или читаете книгу, вот поставить руку так и просто какое-то время посидеть, чтобы ваше тело начало доверять инструменту, а инструмент начал доверять вам. То есть, чтобы просто ваши руки привыкли сидеть в таком положении расслабленно. То есть, это как домашнее задание, когда вы будете смотреть кино или читать книжку, или разговаривать с партнером на кухне. Возьмите инструмент и положите вот так вот, пожалуйста, правую руку, чтобы просто привыкать. Когда большой палец у вас привык стоять на шестой струне, допустим, на басовой струне, мы сейчас берем и как бы кулачок разжимаем и ставим все три пальца, то есть наш безымянный палец на первую струну, средний палец на второй, указательный палец на третью, держа пальчики, в принципе, вместе. Допустим, мы возьмем как ориентацию косточку среднего пальца, чтобы вы смотрели, что она примерно находится напротив второй или третьей струны. То есть, вот положение руки у нас получается. Я еще раз повторюсь, я уже несколько раз сказала, но это очень важно, что я исхожу из природного положения руки. То есть, когда вы ходите по улице, вы тоже не держите руки вот как-то так или еще как-то так. Если вы руку расслабите, оно у вас в таком положении будет внизу опущенное. И поэтому мы это натуральное, природное положение используем для гитары. То есть, сначала повторю кулачок, большой палец, потом ставим три пальца на первую, вторую, третью струну. Я надеюсь, что вам видно. И очень важно проследить за тем, мне нужно постараться не упасть с этого высокого стула. Очень важно, чтобы у вас всегда на первых порах особенно помещался апельсин или яблоко между вашей рукой и гитарной декой. Вот мы можем также проверить, яблоко точно так же помещается. Головка грифа, ваша голова примерно на одном уровне. Левая рука на первых порах пока что может поддерживать гитару, в этом ничего страшного нету. То есть, вы можете просто положить ее расслабить или опустить. В общем, держите как хотите, я пока поддерживаю гитару. И локоть лежит над обечайкой, рука расслабленная лежит на самой высокой точке гитарного корпуса, плечи параллельны. Большой палец, папа, хозяин в доме, всегда впереди, теоретически хотя бы, но у нас практически. И апельсин у нас находится между нашей рукой и декой. Это очень важно, потому что на первых порах я вот очень долгое время преподавала и сейчас еще преподаю. Очень часто хочется как-то положить, прижать руку к деке. Это очень полезно для игры на электрогитаре. Те, кто играет, знают, что всегда должны струны быть под контролем, чтобы не было при овердрайве и дисторшине неприятных звуков и сюрпризов. Но опять-таки, когда мы говорим о классической гитаре и о правильном красивом звуке, очень важно иметь расстояние яблока или апельсина между рукой и гитарной декой. Если мы посмотрим, как движение пальцев абсолютно расслабленное, это хватательное движение пальцев. Это то, что мы сейчас будем делать, когда мы будем извлекать звук, мы как бы производим вот такое вот хватательное движение. Ни в коем случае оно не должно быть то, что часто встречается, то, что люди как будто бы пытаются струну вырвать из гитары. Вот это вот движение, оно очень неприродно. В дальнейшем, когда мы будем работать над техникой, когда мы будем работать над произведениями, вы очень быстро и очень природно могли и знали, как правильно идти, как правильно двигаться для техники, для развития техники правой руки. Итак, апельсин есть. Большой палец стоит на струне. Я действительно предлагаю взять либо апельсин, либо яблоко, и на первых порах левой рукой, кстати, вы можете его поддерживать, если вам пока непривычно, и вам кажется, что апельсин может либо раздавиться, либо выпасть. Вы можете поддерживать левой рукой. Вот так, да. Или, если у вас получается, просто наблюдать за тем, что рука контролирует апельсин по отношению к гитарной деке. Сейчас мы приступим к звукоизвлечению. Начнем мы с приема опаянда, называется с опорой. Игра с опорой – это когда у вас палец играет и остается лежать на второй струне. Повторю, что у нас еще есть тирандо. Это когда щипок переводится, когда палец играет и остается висеть в воздухе. Мы начнем с опоры, игры с опорой – апо-ян-до. И пока будем играть просто большим пальцем. Очень важно, когда вы сыграли, на что нужно особо обратить внимание. На то, что траектория движения большого пальца, она идет не прямо вниз. И ни в коем случае не туда. То есть не туда и не туда, а как бы немножко скользя вдоль струны, вот так. Как если бы вы представили, что вот это вот ваш палец, ваш весь рычаг, и вы как будто бы немножко продвигаете очень легко всю руку вперед. Вот. То есть траектория, если я буду утрировать, она идет вот сюда, у большого пальца. Вот. Это очень важно. Это очень большой маленький секрет. Точнее, это очень маленький секрет, который влияет очень сильно на ваше злоукоизлечение и очень сильно влияет на то, насколько ваши руки могут играть и не уставать очень долгое время. Итак, мы играем упражнение просто шестую струну и считаем до четырех. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так далее. После каждого движения очень важно, чтобы вы почувствовали, что рука расслабилась. То есть вы дали небольшой импульс, большой палец передвинулся вперед и упал на следующую струну. И ваша рука расслабилась. И потом опять небольшое движение. Обращайте внимание на то, чтобы ваш замах не был вот таким большим. То есть вот чуть-чуть только до того места, где только дойти до струны назад, вернуться, заглушить и опять упасть. После того, как вы поиграете определенное количество времени, я предлагаю читать до четырех. Раз, два, три, четыре. Хотя бы четыре раза так поиграть. Я сделаю два. Потом до двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот это вот самое первое упражнение. После того, как вы сделали на шестой струне, пожалуйста, пройдите то же самое и сделайте на пятой струне, которая называется ля. Шестая струна называется ми. И потом на четвертой струне, которая называется ре. То же самое. И следующее. То есть я приложу в описании будет ссылка на упражнения. Я их выпишу просто. Будет, наверное, вам намного удобнее, если вы сможете это распечатать и иметь перед собой. Итак, шестая струна, пятая, четвертая. И потом это можно комбинировать на ваше усмотрение. Вы можете играть раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, четыре, и. И напоминаю, очень важно, когда вы возвращаетесь, не замахиваться широко, а только вот доходить до струны, ни в коем случае не поднимать палец очень высоко. Указательный, средний и безымянный. Называются они И, М и А. Я ученикам говорю, что это как прима, только без Р. То есть П, И, М, А. Пима, получается. Вот, прима, без Р. Начинаем всегда с большого пальца, с главного, с папы, П. Итак, теперь мы будем работать над вот этими пальцами. Начнем мы с указательного пальца. Очень важно, чтобы указательный палец никогда не заходил, не начинал свое движение перед большим пальцем. То есть, как мы уже говорили, всегда большой палец, наш начальник находится впереди. Всегда мы должны видеть вот этот вот крестик, если мы смотрим на руку сверху. Видно? Вот крестик. Большой палец сверху, эти снизу. Ни в коем случае положение руки не должно стать таким. Потому что, если положение руки станет таким, вам будет очень неудобно двигать струну, и струна не будет колебаться. Вы никогда не сможете разогнать струну так, чтобы она колебалась максимально эффективно, максимально разгоняя гитарные деки. И теперь мы делаем следующее. Мы для того, чтобы как бы просим струну хорошо прозвучать, мы ее сначала немножко гладим. Делаем как бы такое гладительное движение. И потом просто скользим вдоль струны и остаемся стоять на второй струне. Я надеюсь, что вам видно. Освещение не очень супер хорошее, но учитывая наши условия ванных комнат, которые пока что все время меняются, я думаю, что... Вот так вот должно быть видно. Итак, мы скользим и играем мы, в принципе, уголком. Всегда используем не подушечки, не сами подушечки. Я играю, использую ногти и подушки. Если у вас ногтей нет, ничего страшного. Важно знать, что мы всегда играем вот этой стороной пальца. То есть как бы уголком пальца. В принципе, я предлагаю сейчас, пока мы учимся звукоизвлечению на начальном этапе, предлагаю вам поставить большой палец на вторую струну, которая называется Си. Вот она. Вот. Это я сейчас покажу, для чего нужно. Сейчас мы пока что играем. Расстояние всегда у нас остается. Наш апельсин пока что невидимый. Всегда присутствует. То есть у нас всегда есть расстояние, когда рука не становится плоской, а всегда находится вот в таком положении. То есть это, еще раз повторю, уже в пятый раз, кажется, природное положение руки. Ни в коем случае не такое. Вот. Итак, мы ставим большой палец на вторую струну и скользим по первой струне. Очень важно. Посыл мы делаем вот с этой косточки, то есть с самого первого сустава. Вот этот вот сустав никогда не должен быть очень зажатым, потому что если вы его зажмете, то звук будет очень противный. Вот. Поэтому очень важно, чтобы палец оставался мягким. Косточка, то есть посыл у вас импульс шел отсюда, а последняя фаланга оставалась довольно мягкой. И вы послышите уже, я думаю, что даже несмотря на то, что это не супер какой-то микрофон, вы слышите, как начинает гитара петь. Вот инструмент никогда не начнет петь, если у вас неправильная траектория движения пальца. Вот так вот он вообще не отвечает. Слышите? Если я так щипаю, гитара не отвечает. Если я в правильной траектории нахожусь в движении, то прямо чувствуется, даже физически чувствую, как начинают работать обе деки. Вот. Итак, важно. Чуть-чуть погладили и остановились на следующей струне. Я напомню, это удар называется апояндо, то есть игра с опорой. Апояндо. И точно так же мы играем щипком. То есть вот это вот очень-очень важно, чтобы траектория движения у нас не поднялась, и мы как бы сделали то же самое, но наш палец, особенно на первых этапах, на начале обучения, я предлагаю, я считаю, очень важно приучать пальцы двигаться как можно дальше в ладошку. То есть ни в коем случае не играть щипком не так, не так, не так. Так никогда, так как многие вот так вот играют, никогда вы не начнете, никогда не почувствуете, как может звучать ваш инструмент, потому что гитара никогда не будет отвечать. Очень важно немножко погладить и вглубь руки послать палец. Погладить, послать. Когда вы немножко освоите вот этот вот прием, я предлагаю начать играть переменно. Один раз апояндо, с ударом, погладили и остались стоять на той струне, на следующей, погладили и ушли как можно дальше в ладошку. Стоите на струне, уходите. И в идеале, как я уже говорила, очень важно, чем отличается хороший гитарист, профессиональный гитарист с идеальным звуком, это тем, что у идеального классического гитариста звук апояндо, то есть с ударом, не отличается, он не сильнее, чем тирандо, щипок. То есть у хороших гитаристов, действительно у мировых звезд, их у всех щипок, такой же по качеству плотный, красивый, поющий, как и у бары. Вот просто послушайте и просто повторяйте. Чуть-чуть погладили. Остались крестик, апельсин, все на месте, погладили и ушли в ладошку, закрыли, как бы кулачок закрыли. Большой палец всегда остается впереди. То же самое, после того, как мы поработали с указательным пальцем, мы переходим к среднему пальцу. Все то же самое. Сначала ударом, когда вы отрабатываете ударом, можете поставить большой палец немножко выше. Может быть, вам будет так удобно. То же самое, уголком пальца играем. Спереди этот смотрится вот так. То есть, зритель даже особо не может определить, каким вы пальцем играете. То есть, вот так вот сейчас я играю средним, сейчас я играю указательным, и сейчас я играю безымянным пальцем. И это все с ударом. То есть, я всегда остаюсь стоять на следующей струне. Когда вы это освоили средним пальцем, перед тебя предлагаю опять-таки поставить большой палец на струну, на которой вы остаетесь стоять. Это, кроме всего прочего, для того, чтобы вас не раздражали звуки на начальных этапах, возможно, когда вы будете играть щитком, тиран-до, то у вас будут цепляться те струны. Это, в этом ничего плохого нету на начальных этапах, как я говорила. Поставьте просто, что у вас не раздражали звуки цепляющихся струн, поставьте большой палец на вторую струну. Или, ну, в данном случае на вторую. Если вы будете отрабатывать на вторую, то на третью. Короче, на следующую струну. И теперь попробуйте поиграть средним пальцем-щипком. Точно все остается то же самое. Погладили и закрыли глубоко в ладошку. Когда я занимаюсь учениками, я наклеиваю им сюда пластырь или держу свой палец. И слежу за тем, чтобы они обязательно при каждом щитке касались пластыря или касались моего пальца. Это очень важно на первых этапах освоения качественного звука. Я еще раз повторюсь, что это видео могут смотреть как совершенно начинающие люди с нуля, так и люди, которые уже раньше играли на гитаре, но которые хотят научиться правильному, красивому звуку. То есть это принципы, которые работают для всех, для профессионалов. Средний палец уходит в ладошку. Когда вы это сделали, переходите к безымянному пальцу. Точно так же сначала отрабатываем удар обаянда. И когда уже у вас удар получается, еще раз напомню, что если смотреть сверху, то вот так вот рука выглядит. То есть косточки у меня, мне кажется, камера немножко искажает, но вот эта вот косточка, она находится напротив второй или третьей струны. То есть не сверху, не напротив шестой, а напротив второй или третьей. Вот так вот. Большой палец находится впереди, сверху крестик, никаких изгибов, мягкая фаланга вот тут вот, и импульс идет вот с этой косточки, вот из этого сустава. И когда вы уже поработали над опаянда, переходим к тиранда. Щипок. И вы слышите, что по мощности щипок от удара не отличается вообще. То есть в идеальном состоянии никто никогда не должен определить, играете вы щипком или играете вы ударом. Это именно является показателем профессионального, качественного, идеального звука. И потом точно так же скользите по струне и закрываете ладошку. Вот. Это основные принципы постановки правой руки. И сейчас я покажу несколько упражнений на основе, как уже повторюсь, сначала вот тоже большой палец, сначала одна струна, потом вычередуете басы, потом, оставаясь, большой палец лежит на шестой струне или на пятой, это как вам удобно. Не забывайте про апельсин, про ровные плечи и про положение локтя. Ни в коем случае не должно выглядеть это так. То есть ваша гитара должна быть опорой для вашей руки. На начальных этапах я предлагаю тоже своим ученикам, для того, чтобы они не думали о том, что у них соскальзывает рука, вы можете взять поролон, кусочек поролона, он тогда будет просто закреплять как бы вашу руку на гитарной обечайке. И вам это будет как бы лишняя помощь для того, чтобы вы смогли расслабить плечи. Итак, когда вы поиграли упражнение только большим пальцем, пальцем П, потом поиграли упражнение отдельно указательным пальцем с ударом, указательным пальцем со щипком. Повторили это то же самое средним пальцем удар, средний палец, щипок, безымянный палец удар, безымянный палец щипок. И у вас все это получилось. После того, как вы несколько фильмов посмотрели в положении правая рука с апельсином или с яблоком, с крестиком, и ровно и расслабленно, проследили, чтобы гитарная головка гитары была на уровне вашей головы, вы можете перейти к упражнениям сменным. Я еще раз повторю, что будет ссылка внизу, где я напишу упражнение. Если у вас будут вопросы, вы пишите, я буду отвечать. И основные упражнения – это просто смена. Вот первым делом учимся ходить. Смена. Указательный палец, средний палец. И, М. И, М. Очень важно, чтобы это было равномерно. Я, конечно, не буду предлагать вам включать метроном. С самого начала это может немножко шокировать, но я предлагаю просто для того, чтобы равномерно научиться играть, взять какое-то слово, которое вы будете повторять. Например, если вы медленно играете, вы можете повторять яблоко, 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 яблоко. Если вы освоите, захотите чуть-чуть быстрее играть, вы можете взять, например, вода. Вода, 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 вода. И так далее. Вот. Если вы совсем быстро уже захотите играть, вы можете взять еще слово, короче, например, дым, 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 дым. Но лучше брать всегда два слога, потому что у вас один из слогов будет как бы подготавливать следующий удар. И вы сможете, например, вода, вода, вода в будущем начать играть быстрее. Вы можете брать свое имя, играть свое имя и так далее. Короче, будьте креативны, занимайтесь так, чтобы вам было весело, интересно и продуктивно. Итак, первый шаг, повторю, это каждый палец проиграть несколько раз по одному, потом смена пальцев, шагаем этими двумя пальцами, соответственно, потом этими двумя пальцами, потом этими двумя пальцами. То есть вы можете, как вы хотите, их менять. И потом все то же самое мы, переставляя большой палец на вторую струну, если мы отрабатываем первую струну, делаем со щепком. Шагаем, потом шагаем этими пальцами, и шагаем этими пальцами. То есть все комбинации, иначе говоря, то же самое проходим через щепок. И последнее упражнение, которое я хочу сегодня дать для правой руки, это упражнение, когда у вас большой палец, мы совмещаем все наши сделанные до этого упражнения, то есть проверили положение плечей, положение гитары, положение локтя, апельсин, крестик, папа впереди, косточки напротив второй, первой струны. Я повторяю это несколько раз, не просто так, потому что я забыла, что это я говорила, а это очень важные моменты, про которые человек всегда забывает на первых моментах. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, и не злитесь на то, что я делаю это уже не первый раз. Мы играем большой палец с опорой, то есть он остается лежать на следующей струне, а пальцы указательные и уходят глубоко в ладошку, щипок на третьей струне, то есть мы выставляем пальцы наши на первую струну, ставим на вторую и на третью струну. Вот так вот рядышком ставим пальцы и к ним подставляем большой палец. И когда теперь мы начинаем играть, третья струна соскакиваем, как бы гладим немножко, напоминаю, для того, чтобы струна прозвучала, как и любого человека, для того, чтобы что-то попросить, вначале его нужно погладить. Итак, немножко проглаживаем по струне вдоль струны и потом соскальзываем и уходим. Сейчас разложу на гитару. Как бы очень глубоко уводим палец в ладошку. Вот он, где остается у нас. Я утрирую, и, пожалуйста, на начальных этапах утрируйте вы тоже, чтобы палец просто привык, чтобы мышцы запомнили, какое правильное движение, в каком направлении. И еще раз. Большой палец, потом указательный палец соскакивает в ладошку, средний палец со второй стороны соскакивает в ладошку и с первой струны безымянный палец соскакивает в ладошку и у нас закрывается кулак. Вот. Получается у нас вот такое положение. Я еще раз повторю, это утрировано, но на первых порах это очень важно. И если я хочу разыграть гитару, например, новый инструмент мне дают, потому что очень многие гитарные мастера просят меня разыграть им инструмент, потому что первые, это так же как машина, когда новую машину покупаешь, решающими являются первые там три тысячи километров. То есть как их человек проехал, если это был профессионал и он как бы разъездил машину правильно, она будет служить очень долгое время. Так же самое, точно так же инструмент. Если вы его взначале правильно разыграете, то этот инструмент будет звучать очень-очень долго и будет все время, чем старше инструмент будет становиться, тем лучше он будет звучать, тем правильнее будет вибрировать ваше дерево или дерево инструмента. Вот. И поэтому, если мне нужно разыграть какой-то новый инструмент, я точно так же, вот так, как вам я сейчас показываю, точно так же я разыгрываю, начинаю разыгрывать инструмент И просто очень медленно и жду, пока дерево начнет резонировать. И для этого увожу, еще раз повторю, закрываю кулачок, увожу очень далеко палец. И напомню, вы можете наклеить сюда пластырь, чтобы вы чувствовали, что вы действительно дотрагиваетесь до этого места. То есть ни в коем случае покажу, как нельзя играть. Большой палец уходит сюда. А эти вот уходят как-то наверх, выщелкивают струны. Ни в коем случае такого положения руки это не выглядит здоровым. И когда большой палец играет опять пас, у нас все три пальца, просто каждый становится, они как будто бы слепленные. Каждый становится опять на свое место. Когда вы сыграете четвертую струну, переставьте, пожалуйста, большой палец на пятую. И шестая. Я предлагаю... Ритм это основа музыки, основа всего, и поэтому я всегда предлагаю считать. И раз, и два, и три, и четыре, и раз, и... Переставили. На и. Раз, и два, и три, и четыре. И на четыре у нас, напомню, сложен уже наш кулачок. На и ставим пальцы назад. Еще раз. Четыре, и раз, и... Когда мы играем большим пальцем, большим пальцем мы возвращаем просто все вот эти вот три пальца, каждый на свою сторону. Вот. Это упражнение для постановки правой руки на самом начале, для самого первого урока. У нас он прошел, продлился час. В следующем занятии я вам покажу несколько переборов. Еще моя цель, это чтобы люди, не тратя очень долгое время на освоение инструмента, могли учить произведения, которые им нравятся. Но это основа, то есть этот урок пройти вам придется, потому что, как бы мы ни хотели, научиться ходить нам нужно перед тем, как мы захотим пробежать марафон. То есть, пожалуйста, упражнение на следующий раз. Раз, и... Два, и... 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 Четыре, и... Раз, и... Вернули пальцы. Два, и... 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 Четыре, сложили кулачок, вернулись. Пальцы два, и... И два, и... Три, и... Четыре, и... И шестая струна. Вы видите, что во время движения большим пальцем я возвращаю все три пальца на струну. Апельсин, если вот мы его возьмем и проверим, он как раз вот сюда помещается. Вот. С вами была Надия Косинская. Я очень рада, что я наконец-то начала, потому что у меня очень много планов, у меня очень много идей. И у меня, знаете, это эффект переполненного стакана, когда у меня, правда, уже насобиралось столько, много информации, которой я хочу делиться. Потому что я хочу, чтобы я испытываю счастье, когда беру в руки этот инструмент. И я хочу делиться, я хочу, чтобы вы точно так же влюбились в гитару, влюбились в этот звук, полюбили все возможности, которые она предлагает. Она может и развеселить, и успокоить, и через нее можно передать очень многие чувства, даже те, которые нельзя высказать словами. То есть спасибо вам, что вы со мной. Я очень надеюсь, что мы будем двигаться дальше, быстро, успешно, здорово и с большим наслаждением. Спасибо вам, всего самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, пишите пожелания, потому что это поможет мне выстраивать самым лучшим образом следующее видео для вас. Люблю вас, ваша Надия. Пока.